И мы готовы поговорить о рыбной ловле. Я вам честно скажу, для меня будет очень любопытно, я в этом ничего совершенно не понимаю, и поэтому вот он человек, который разбирается от и до. Владимир Мальчевский, прежде всего мастер спорта России в дисциплине рыболовного спорта и президент Федерации рыболовного спорта Красноярского края. Доброе утро. Доброе утро. И, кстати говоря, мне хочется призвать и наших телезрителей к тому, что можно дозвониться, и если какие-то вопросы относительно зимней рыбалки у вас имеются, то вперёд. Номер 236 95 37, код города 391. Возможно, имеются какие-то вопросики, постараемся на них ответить. Доброе утро. Рады вас поприветствовать. Вы к нам не с пустыми руками пришли. Давайте уже, наверное, тогда начнём разговор именно вот с того, что это такое, и вот давайте про всё потихоньку, потому что я ничего не знаю из-за того, что вот в данной секунде находится на нашем столе. Ну, раз на дворе у нас зима, поэтому мы поговорим о зимних видах спорта. Зимой обычно ловля производится со льда, поэтому основным, скажем так, инвентарём рыболова в это время является зимний ящик. Это рыболовный ящик спортивный, нелюбительский. Он предназначен именно для спорта. Он очень лёгкий. Всё хорошее, оно аккумулируется в спорте. И чтобы любителю хорошо начать ловить, ему надо хотя бы раз побывать на соревнованиях, то есть когда люди за ограниченное время ловят большое количество рыбы. Ограниченное время-то на сколько? Один тур обычно три часа идёт. За три часа надо максимально поймать как можно больше рыбы. Кто больше поймает, тот и победёт. Три часа – это прямо мало, да? Это мало, это прямо пролетает со скоростью звука. Ничего себе. Вы сказали, что это специально спортивный ящик. Значит, он соответствует каким-то требованиям определённым, да? Да, первое – это лёгкий вес, во-вторых, это отделение под запасные удочки у нас здесь. Можно там продемонстрировать? Да, у нас тут находятся. Они обычно ярко раскрашены вот так, чтобы… Это удочка? Не чтобы потерять на снегу, чтобы человек, проходящий мимо, не наступил случайно на неё. Подождите, это удочка? Это прям всё удочка или куда-то приладить надо? Нет, это всё удочка с земли. Да ладно, я думала, они большие. Нет, она очень лёгкая. Можно что-нибудь покрутить? Можно, да. Смысл в том, чтобы, когда человек вытаскивает рыбку, он обычно откидывает удочку по ветру, на снегу, да, и… Только очень аккуратно, потому что крючок очень острый, и она должна быть очень лёгкой. Вы по снегу должны её назад притянуть. Если она будет тяжёлой, вы просто это не сможете сделать. А почему он откидывает? В чём причина откидывания? Скорость. То есть, если обычный любитель складывает леску здесь, она может запутаться, вы можете потерять время. Ага. А когда вы на скорость ловите, вы, когда вытаскиваете, вы откидываете её подальше, чтобы сэкономить время, чтобы не тратить, потом у вас леска назад уходит очень быстро. А что, действительно, столько времени уходит на сматывание, на вот эту вот процедуру? Да, то есть, ну, время идёт, как бы ловля идёт на время. И если я буду ловить четыре рыбки в минуту, а вы одну, то кто из нас победит? Подождите, а сколько можно за три часа рыб у вас, например, в башню? Ну, у нас вот проходили турниры. Вот, допустим, турнир, кстати, в следующем году он будет уровнем всероссийского. То есть, на озере Большом, где есть село Парное, и будут команды из 22 регионов России, и там за три часа, ну, около 10 килограмм люди ловят, поэтому... А на рыбе в среднем где-то грамм... Разный вес, да. Ну, в среднем, 150-200, сколько весит рыбой? Нет. Меньше? Обычный грамм 30-50, но когда влетают побольше бонусы, скажем так, да. У нас есть звоночек. Доброе утро, как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились? Здравствуйте, Виктор Краснояр. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Меня интересует такой вопрос. С этого года, вроде бы как, вступили в закон новые нормы выловы рыбы, какие-то размеры определенные, там, могли бы осветить этот вопрос? Спасибо большое. Спасибо. Да, действительно, с этого года вступили новые нормы, но на соревнования мы должны за 60 дней уведомить МЧС, ну, так как это массовое мероприятие. И, соответственно, и организации, которые регулируют нормы вот эти выловы рыбы. На соревнованиях они, как бы, не сильно распространяются. Такое, чтобы поймать больше нормы, это очень редко бывает. А для обычных вот людей все-таки, чем вот эти нормы? Ну, то есть, вот нам непонятно. Там размер? Ну, вы в день, да, нет, в день не можете поймать больше определенного количества килограмм рыбы. Ага, ага. Ну, то есть, есть органы, которые за этим следят, да? Конечно, рыбнадзор. А сколько вообще, в принципе, можно, ну, вот за этим делом просидеть? Вы говорите, 3 часа пролетает, вот так незаметно. Тогда сколько можно часов, чтобы это было как-то ощутимо? Ну, хороший вопрос. Спортсмены не сидят. Будете сидеть, вы останетесь не в призах. Они бегают, и ловля происходит очень часто ногами, надо, ну, что называется, ногами. То есть, если вы будете сидеть на одном месте, понимаете, спорт и любительская рыбалка, это разные. То есть, несколько лунок делается? Иногда больше ста. Да вы что? И надо бегом между ними? А, в течение этих 3 часов это происходит, разумеется, ты не заранее приходишь. Ну, надо искать же рыбу, вы же, вас, вы же понимаете, если вы не ловите, вы, ее надо найти, вы бегаете, ее ищете. То есть, представляете? Физическая подготовка должна быть хорошая. Сколько удочек, я так понимаю, что у вас несколько удочек всегда с собой, когда, ну, вернее, вот как у спортсмена. Спортсмены обычно в тур берут 26-30 удочек с собой, потому что, если вы оторвали, вот, скажем, вот этот крючочек, да, мормышек? Да, да. Вам некогда заниматься тем, чтобы ее перевязывать. Вы эту удочку бросаете назад, берете новую, они идут дубли по леске, по леске. Сколько метров лески умещается вот в этой катушке? Да, обычно больше 15-20 не ставят. Ну, нет смысла просто-напросто. Да, нет смысла. И, разумеется, нужна наживка также, да, как в обычной катушке? Да, да, она как бы разная и живая, обычно находится у спортсмена на, опять же, это спортивная вот коробочка под наживку, она находится на ноге, чтобы не тратить ему вот время достать, открыть. Да, да, да. Она у него вот так находится, он просто ее откинул, взял, она автоматически закрывается и она находится на ноге. И на что можно зимой ловить? Ну, зимой обычно живой корм все-таки предпочтительный, это мотыль, мормыш. Ну, в общем-то, так же... Личинки, насекомых, скажем. А где их брать-то зимой? Ну, спортсмены его сами не добывают. А, а... В магазине. Все, я поняла, да. У нас есть еще один звоночек. Доброе утро, здравствуйте. Ага, здравствуйте, доброе утро. Как вас зовут? Александр. Александр, ваш вопрос. Ага, извините, а вот вы говорите про рыбалочку, а на что можно лучше, на что клюет-то? Если узнать, так честно. Так. А то я ловлю тут на то, на это, но не получается. Все понятно, Александр. Владимир, если на то, на это не клюет, на что лучше всего? На что клюет, на то и надо ловить. То есть это все подбирается на водоеме. Результаты-то спортсмены показывают не потому, что они такие прямо это, а потому что как и в спорте идут тренировки, и они идут постоянно. И водоем изучается вдоль и поперек, то есть и глубины, и течения, и виды рыбы, и их кормовая база. И даже где она находится в течение дня, допустим, утром она у берега, днем она поглубже. То есть это не просто так. Ну какая зависимость? Вот если очень глубокая какая-то речка, то там что? Нельзя сказать однозначно, мы все разные, мы же разные, вы разные, мы не похожи друг на друга. Водоемы, они разные, вам нужно прийти конкретно на какой-то... Да, надо изучать конкретно каждую, вот где вы собрались ловить, вы должны знать о ней все, чтобы результат показать. Тем не менее, получается, как вы вчера не сказали, два вида наживки, да, существует с зимнего, на которые... Ее гораздо больше, видов-то около 150, просто ловят там 200, 300, любая цифра, вот на что клюет, на то и будете ловить. Просто спортсмены, как правило, ловят на мотель, это самая ходовая. Владимир, а есть в этом спорте девушки? Да. Да ладно? Есть, да. Да, и вы не поверите, у нас в Сибири есть даже женская сибирская лига, она в городе Барнауле, там руководитель у нее Наталья Лас, у нее много уже женщин в ней, вот вчера у них был даже чемпионат Сибири, это да. Вы не поверите, нам как раз... Вы знаете, и мы как раз не сомневаемся, да, в том, что девушки тоже хотят принять участие в этом виде спорта, у нас есть звоночек как раз от Слава Полова. Доброе утро, как вас зовут и откуда вы... О, пожалуйста, перезвоните к нам еще раз, хочется пообщаться, 236-95-37, код города 391, нам очень хотелось вас услышать, все-таки, казалось бы, мужской разговор, но нет, девушки могут так же разбавить и наверняка и форы дать. И на равных оцениваются на соревнованиях все вот их участники? Женский спорт отдельно, но на всероссийских, допустим, соревнованиях они идут там в общем зачете, да, на равных.